В воскресенье по всей России прошли народные масленичные гуляния. Завершающий день недельного праздника славится несметным количеством блинов, народными потехами, забавами и уличными представлениями. Именно такими запомнились проводы масленицы жителям города и нашей съемочной группе. Сегодня заканчивается масленичная неделя в традиционном русском быту. Эта неделя была самым ярким событием. Хоть себя заложи, а масленицу проводи. Так что приглашаю всех на масленицу! На Руси этот праздник всегда поражал иностранных послов и гостей своим размахом. Сравнивая празднование масленицы с европейскими карнавалами, проводимыми примерно в то же время, гости признавали, что карнавалом далеко до русского масштаба гуляний. В этом году проводить зиму в Наринмаре пришло огромное количество семей с детьми. Для маленьких гостей организаторы особенно постарались, приготовили множество развлечений и испытаний. Марк Иванов уже смог пройти несколько из них. Я сейчас играю в игры и драться с мешками. Да, трудно? Нет, легко. А справился с заданием, да? Один раз проиграл. А как у тебя настроение? Замечательно! Замечательное настроение в этот день было и у двух подруг Полины и Сабрины. Девочки соревновались между собой в традиционно русском конкурсе. Кто больше блинов напечет? И здесь, по словам блинного судьи, оценивался не вкус, а количество. Испечь, кто больше блинов перевернет на сковородке. У нас рекорд уже 90 блинов. Девчонки пытаются побить этот рекорд. Пока приблизиться к рекорду удалось одной из подруг – Сабрине Воробьевой. Крутина, а трудно, нет? Ну, да, так себе. А сколько твой рекорд? 50. У Полины Киселевской результат поскромнее, но участница блинного поединка не расстраивается. Полина, сколько получилось с тебя вообще? 12. Еще стараться? Да. А к чему будешь трениться? Сколько хочешь? 27. Показать свою ловкость можно было не только в этом состязании. Для самых хватких на площади поставили столб. Забраться на гладкий столб без подручных средств – задача не для слабаков. Особенно, если столб покрыт тонкой коркой льда. Чтобы получить приз в этом конкурсе, нужно было сорвать ленточку, которая была привязана к колесу. И таких ухватистых парней на праздники было много. Сложности ничуть не усмирили пыл современных игроков. И желающих получить заветный приз выстраивались целые очереди. Одной из самых популярных забав на гулянии стали и бои с подушками. Помериться физической силой смогли от мала до велика. Но самым красивым масленичным обрядом, как и в древности, было катание на санях. Очередь из желающих пощеголять на холёных рысаках и расписных санях выстроилась немаленькая. С цветными ленточками и бубенцами лошади стали украшением праздника. Но катались в этот день не только на санях, а ещё и на ватрушках и ледянках. Катание с гор на Руси было самым любимым занятием. Для катания с гор раньше использовались естественные скаты, спуски с возвышенностями или спуски к водоёмам. Потом начали строить катальные горки из брёвен, которые обливали водой. Со временем катальная потеха совершенствовалась. В городах и деревнях устанавливали горки с нарядными павильонами. А, например, в Санкт-Петербурге были известны горки купца Подозникова. Они достигали высоты 26 метров. Кстати, это развлечение было платным. А мы насладимся сегодня бесплатным катанием. Поехали! Катание с гор – это не просто забава, а старинный обряд. Ведь считалось, что у того, кто больше раз с горы скатится, у того и лён выше будет. Даже блины – непременный атрибут масленицы – имели ритуальное значение. Главное угощение масленицы, конечно же, блины. Символы солнца пекли и ели в несметных количествах. Чем больше блинов съешь, тем счастливее будешь. Этой примете следует и сегодня. Причём не только в сёлах, но и в городах. Последуем ей и мы сегодня. Круглые, румяные, горячие – они являли собой символ солнца, которое всё ярче разгоралось, удлиняя дни. Потому и не скупились наши с вами предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли масленицу в народе честной, широкой, обжорной, а то и разорительницей. Закончился праздник тоже обрядом – сжиганием чучела. Чучело вспыхнуло за считанные секунды. Сгорело быстро и ярко. И если верить народным приметам, это значит, что весна в Наринмарк придёт совсем скоро.